Приморский край присоединился к фестивалю Петровские музыкальные ассамблеи. Столица Приморья стала 11-м городом, в котором проходит фестиваль. С инициативой о присоединении к фестивальному движению выступило Министерство культуры и архивного дела Приморского края. Это первое за всю историю Владивостока и Приморского края выступление детских духовых коллективов на главной площади города. Целью организации и проведения этого яркого культурного события является сохранение и развитие духового инструментального и оркестрового исполнительства в Российской Федерации. В составе сводного оркестра выступили 200 юных музыкантов из разных городов, в том числе Приморского края. Прозвучали известные марши, классические, народные и современные музыкальные композиции. Концерт вошел в программу праздничных мероприятий, посвященных 162-й годовщине со дня основания Владивостока. В общем, мы делаем все для того, чтобы молодые музыканты, юные духовики смогли, во-первых, почувствовать чувство локтя, во-вторых, выйти и сыграть для жителей города. Для нас это очень важно. Все произведения гениальны. Конкретно, вот про особенности. Мы играем марш преображенческого полка. Это приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Первого. А остальное, ну, сами все слушайте. Проект воссоздает уникальную форму праздника фестиваля искусств, сложившегося при правлении Петра Первого. Он объединяет людей разных возрастов в едином процессе современного творчества. Завершатся фестивальные дни 6 июля галоконцертом «Дальневосточные фанфары». Напомним, Петровские музыкальные ассамблеи стартовали в конце мая в Воронеже. Фестиваль побывал в Белгороде, Перми и других городах. Из Владивостока мероприятие отправится в Калининград. Олег Завьялов, Тамара Чупахина. Новости на восьмом.